всем привет друзья вы на канале вязание не только меня зовут алена сегодня я предлагаю вам мастер класс по очень интересному узору я буду этим узором вязать носки схему этого узора я нашла в интернете в свободном доступе узор называется чешуйки можно назвать ракушки можно как-то еще по-другому назвать я делаю этот мастер-класс и вяжу носки буду вязать носки в рамках совместного проекта совместного вязания которое называется уникальное вязание почему уникальное вязание все ссылки на видео анонсы мои июле я оставлю под видео мы с юли организовали вместе этот проект юля и ее канал вязание и я можете познакомиться кто не знаком и уникальное вязание назван этот проект именно так потому что мы вяжем из пряжи ручного окрашивания что значит каждая пасма она уникальна то есть могут быть пасмы допустим в одной цветовой гамме но тем не менее они все равно разные вот например хочу вам показать в одной цветовой гамме две пасмы но конечно же где-то по другому переход цветов где-то больше вкраплений поэтому каждая пасма это уникат то есть она неповторима она в единственном экземпляре если у вас есть пряжа ручного окрашивания пожалуйста присоединяйтесь если нет и вы хотите ее приобрести вы можете приобрести в моем магазине вот у меня уже появились даже на пасмах ведь этикетки мои именные пожалуйста вся информация по актуальному наличию цене пересылки и так далее в личные сообщения в инстаграм так как сайт находится пока в обработке и я думаю что в скором времени я смогу вам уже предложить продукцию моего сайта итак друзья если вы хотите приобрести пряжу ручного окрашивания пересылка по россии то вы можете обратиться к юли у нее шикарные цвета шикарная пряжа и прекрасное качество если у вас уже есть пряжа ручного окрашивания пожалуйста вы можете ее включить в проект и вязать из нее если у вас такой пряжи нет то вы можете даже попробовать покрасить самостоятельно можете провести эксперименты есть разные способы выбирайте для себя самый удобный и так я выбрала друзья пасму которая у меня уже нет потому что она у меня была одна и я перемотала ее в клубок но как выглядела пасма я вам сейчас вставлю фотографию на экране и вы сможете посмотреть я выбрала специально пряжу более нежного такого тона это ну наверное ментол и свежее яблоко я бы так сказала очень мне понравился этот цвет я люблю такие цвета немножечко с неоновым даже мне очень такие цвета нравятся и для этого узора именно для этого узора более светлая вот такая пряжа она выигрышно смотрится в узоре посмотрите мы будем с вами вязать вот такой узор я конечно уже связала резинку я связала полностью этот узор и мы с вами его свяжем ряд за рядом по видео если вы хорошо читаете схемы то вы сейчас увидите схему схема будет на протяжении всего вязания на экране и схема может быть не самого лучшего качества но другой у меня к сожалению нет если вы хотите более лучшим чтобы вам было лучше смотреть удобнее вы можете просто схему перерисовать кто в схемах не особо разбирается значит будете просто вязать под мою диктовку я буду показывать вам подробно два раппорта узора и далее вы будете продолжать самостоятельно если вам сложно то значит я выставлю также таймер как под видео и вы сможете нажать на время и снова связать со мной вместе еще два раппорта или столько раппортов сколько вам будет нужно то есть я таймер выставлю по рядам например раппорт 1 ряд раппорт 2 ряд раппорт 3 ряд и так далее всего в схеме как вы видите схема а у нас 22 ряда провязываем каждый ряд у нас круговое вязание почему схема а потому что друзья у нас будет один правый носок один левый носок схема а располагается чешуйки и они у нас уходят вправо схема б у нас будет точно такие же чешуйки только зеркальном отражении но это мы конечно уже будем вязать позже в сегодняшнем видео я провязываю с вами от начала до конца весь раппорт то есть от 1 до 22 ряда и вы уже дальше решаете сколько раппортов вы провязываете вот у меня например здесь один раппорт плюс резинка можно связать два раппорта и например не делать резинку а сделать к примеру в носке манжет вот таким образом я сделала резинку и резинка у меня один на один она очень хорошо потом переходит в узор значит смотрите я вяжу спицами номер два с половиной вот у меня спицы буду вязать я на видео методом magic loop чтобы удобнее было показывать и чтобы спицы ну не мешали в работе если вы вяжете на пяти спицах пожалуйста вы можете вязать на пяти спицах или вязать также как я методом magic loop каждый раппорт я отметила маркером вы можете это делать можете это не делать это по желанию и также резинку как вы видите я провязала контрастным цветом потому что скоро рождество и мне хотелось немножечко добавить яркости и контрастности именно в эти носочки вот с таким нежным цветом вы можете делать как вам угодно я взяла пряжу компаньон это тоже носочный состав вот такого ярко красивого винного цвета у меня вот этикетка зокон воли что значит зокон воли это носочная пряжа феофах это значит четырех нитка здесь состав стандартный носочный 50 граммах 210 метров это стандарт у меня 100 грамм 420 метров состав точно такой же и еще я взяла вот зелененькую здесь для отделки пряжу это у меня пряжа alize artisan я думаю что очень многим из вас она известна и я включила ее как полосочку вот здесь вы можете фантазировать как угодно вы можете выбирать другие цвета какие вы хотите этим узором вы можете вязать не только носки вы можете таким узором связать шапку или связать даже шарф или палантин как вы видите по схеме у нас раппорт узора равен 12 петлям то есть вы должны взять если вы вяжете носок или какое-то другое изделие вы должны взять количество петель кратное 12 то есть то количество петель которое будет делиться на 12 исключение в круговом вязании еще одна петля для смыкания в круг то есть у меня на носке я набирала на носок 61 петлю 60 петель разделить на 12 получается 5 раппортов и одна петля у меня для смыкания если вы вяжете шапку точно также рассчитывайте если вам недостаточно 60 петель на носок вы вяжете на больший размер или возможно вы вяжете меньшими спицами и тогда вам нужно больше петель соответственно или вы очень плотно вяжете вам 60 петель мало то вы набираете соответственно 60 плюс 12 и плюс 1 петля для смыкания берете еще больше раппортов значит 60 к примеру плюс 12 12 12 столько раппортов которое нужно и плюс 1 петля для смыкания если вы будете вязать не круговым вязанием а будете вязать обратно поворотным вязанием то вы прибавляете к количеству петель которое кратно 12 еще 2 кромочные петли и вяжите ваше изделие читая схему провязывая каждый ряд и лицевой и изнаночный лицевой ряд по схеме вы читаете справа налево а изнаночный ряд по схеме вы будете вязать справа налево а читать его будете слева направо и соответственно вязать по схеме читая слева направо следующий ряд 3 то есть нечетный ряд это будет снова лицевой вы будете снова вязать просто по схеме читая справа налево а допустим четвертый ряд который считается изнаночным который четный вы будете вязать и читать его слева направо я все петли лицевые по схеме мы будем вязать всегда скрещенными изнаночные мы будем провязывать обычным способом исключение только тот случай когда мы будем провязывать изнаночную петлю из накида предыдущего ряда тогда эту петлю мы будем провязывать тоже скрещенной изнаночной я думаю что я достаточно подробно вам все объяснила я думаю что достаточно все понятно кому непонятно можно еще раз пересмотреть для себя записать и я думаю что сейчас мы можем с вами приступить к вязанию и так мы приступаем к вязанию и у нас по схеме номер а первый ряд значит нам нужно будет сделать накид и так как это первый ряд вот здесь в начале я сначала провяжу одну лицевую и потом сделаю накид потому что мы должны будем связать 2 вместе и после этого у нас идет изнаночная если я сейчас делаю накид свяжу 2 вместе то у меня изнаночная придется на лицевую поэтому я сначала провязываю лицевую скрещенной и теперь я начинаю раппорт ставлю маркер и мы начинаем накид 2 вместе с наклоном влево первую петлю снимаю вторую провязываю снятую перебрасываю через провязанную теперь у нас идет изнаночная лицевая 1 изнаночная лицевая 2 изнаночная лицевая 3 изнаночная лицевая 4 изнаночная и лицевая 5 это был один раппорт узора ставлю маркер и повторяю раппорт накид петлю сняли вторую провязали снятую перебросили через провязанную подтягиваем ниточку теперь изнаночная лицевая скрещенная 1 изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночная лицевая скрещенная 3 изнаночная лицевая скрещенная 4 изнаночная разворачиваю вязание и лицевая скрещенная 5 мы закончили 2 раппорт я оставлю маркер и последующие раппорты до конца вязания вы вяжете самостоятельно второй ряд накид теперь накид предыдущего ряда мы должны с вами провязать изнаночной скрещенной не совсем легко но постараться нужно далее мы с вами петлю сняли провязали и снятую перебросили через провязанную теперь все по узору скрещенные лицевые вяжем скрещенными лицевыми а изнаночные вяжем изнаночными все как как мы видим наши петельки так мы их и провязываем один раппорт провязали теперь следующий раппорт накид предыдущий накид нужно провязать скрещенной изнаночной провязываем это за заднюю долю петли за дальнюю долю до поэтому у нас получается скрещенная давайте еще раз покажу смотрите мы выполнили накид вот он он у нас остается мы его придерживаем пальцем а вот этот накид который был в предыдущем ряду я его немножечко левым пальцем вот так вниз подтягиваю потому что мне нужно вот эта ниточка дальняя нить дальняя доля петли и потом я захватываю нить и провязываю скрещенной изнаночной теперь мы следующую петлю снимаем следующую провязываем и снятую перебрасываем через провязанную далее до конца раппорта мы вяжем с вами все петли просто по узору лицевые скрещенные как я и говорила в начале а изнаночные обычные так я разворачиваю вязание давайте я вам еще раз покажу как скрещенная изнаночная провязывается кто не знает на камере может быть это выглядит так вот немножечко сложно потому что я показывать должна вам да а когда вы просто вяжете спокойно и у вас вязание спокойно располагается на коленях или там как вам удобно то конечно провязывать также удобней и так значит смотрите мы делаем накид вот этот накид я его немножечко вниз вот так нить подтягиваю потому что мне нужно не вот эта передняя а вот это нить которая с другой стороны с противоположной я набрасываю нить и стараюсь спицей захватить за работой вот эту дальнюю долю петли и спицу середину петли протянуть захватываю нить вытаскиваю и за счет этого у меня получается скрещенная изнаночная следующую петлю снимаем провязываем и снятую перебрасываем через провязанную ну а далее мы просто вяжем нашу резинку один на один со скрещенными лицевыми до следующего маркера и далее продолжайте вязать самостоятельно до конца ряда затем мы с вами встречаемся третий ряд накид накид предыдущего ряда мы провязываем скрещенной лицевой и тоже захватываем нить за заднюю долю петли и провязываем ее лицевой это гораздо легче чем провязать скрещенную изнаночную далее продолжаем у нас изнаночная теперь петлю сняли одну провязали снятую перебросили через провязанную дальше до конца рапорта мы вяжем все петли продолжаем резинка один на один со скрещенными лицевыми повторяю рапорт накид накид предыдущего ряда провязываем за заднюю долю петли лицевой получается скрещенная лицевая далее у нас идет изнаночная петлю сняли следующую провязали и снятую перебросили через провязанную далее до конца раппорта все петли вяжем по узору лицевые скрещенные и таким образом вы продолжаете до конца ряда затем встречаемся так у нас по схеме следующий ряд 4 и мы начинаем вязание четвертого ряда раппорт узора накид предыдущий накид провязываем снова за заднюю долю петли изнаночной далее скрещенная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали лицевой снятую перебросили через провязанную далее до конца раппорта резинка один на один со скрещенной лицевой это был раппорт четвертого ряда повторяем раппорт накид накид предыдущего ряда провязываем за заднюю долю петли изнаночной следующую скрещенной лицевой затем изнаночная затем петлю сняли провязали лицевую и перебросили через провязанную следующая петля скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и заканчиваем скрещенной лицевой вот таким образом то есть я провязала 2 раппорта и вы продолжаете точно также до конца ряда затем с вами встретимся итак мы с вами провязали 4 ряд и начинаем вязание 5 ряда раппорт узора 5 ряда накид предыдущий накид мы провязываем скрещенной лицевой затем изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную далее все по узору до конца раппорта провязали повторяю раппорт накид предыдущий накид за заднюю долю петли лицевой затем изнаночная снова лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и заканчиваем скрещенной лицевой продолжаете так до конца ряда и затем мы с вами встретимся довязали пятый ряд и приступаем к вязанию шестого ряда у нас получается по схеме как всегда начинаем с накида накид накид предыдущего ряда нужно провязать скрещенной изнаночной подтягиваю нить и провязываю скрещенной изнаночной далее скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная петлю сняли провязали лицевую снятую перебросили через провязанную следующая у нас идет лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая это был раппорт 6 ряда повторяю раппорт накид предыдущий накид провязываем скрещенной изнаночной далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную далее скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная и заканчиваем скрещенной лицевой продолжайте весь ряд до конца и в следующем ряду встречаемся мы закончили с вами шестой ряд и приступаем к вязанию седьмого ряда раппорт 7 ряда начинается у нас как всегда с накида далее накид предыдущего ряда нужно провязать лицевой скрещенной далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли провязали снятую перебросили через провязанную далее по узору все петли до маркера это был раппорт узора повторяем раппорт седьмого ряда накид накид предыдущего ряда скрещенной лицевой затем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли провязали снятую перебросили через провязанную далее изнаночная лицевая изнаночная и заканчиваем 1 лицевой довязывайте ряд до конца и в следующем восьмом ряду мы с вами встретимся мы с вами закончили седьмой ряд и приступаем к вязанию восьмого ряда накид накид предыдущего ряда нужно провязать изнаночной скрещенной далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную далее лицевая изнаночная и лицевая это был раппорт восьмого ряда повторяю раппорт накид накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную снова лицевая изнаночная и заканчиваем лицевой довязывайте ряд до конца и в следующем ряду встречаемся мы закончили с вами восьмой ряд и приступаем к вязанию 9 ряда накид накид предыдущего ряда мы провязываем скрещенной лицевой затем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная теперь сняли следующую петлю провязали снятую перебросили через провязанную изнаночная и заканчиваем лицевой это был раппорт узора 9 ряда повторяю раппорт накид предыдущий накид провязываем за заднюю долю петли скрещенной лицевой теперь изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную изнаночной заканчиваем лицевой довязывайте ряд до конца и встречаемся с вами в следующем десятом ряду 10 ряд начинаем снова с накида накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной далее продолжаем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную и заканчиваем лицевой повторяю раппорт накид накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная сняли следующую петлю провязываем снятую перебрасываем через провязанную и заканчиваем скрещенной лицевой таким образом вы продолжаете до конца ряда и в следующем 11 ряду мы с вами встречаемся мы с вами находимся в 11 ряду и раппорт 11 ряда накид накид предыдущего ряда провязываем за дальнюю долю петли скрещенной лицевой затем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и в конце петлю снимаем следующую провязываем и снятую перебрасываем через провязанную это был раппорт 11 ряда повторяю раппорт накид накид предыдущего ряда за дальнюю долю петли скрещенной лицевой затем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную 2 раппорта я провязала вы продолжаете так до конца ряда и в следующем двенадцатом ряду мы с вами встретимся 12 ряд у нас теперь идет смещение узора о котором я как раз вам говорила в самом начале теперь мы будем вязать несколько иначе и начало ряда у нас всегда будет 2 вместе с наклоном влево и потом уже мы все вяжем по схеме то есть у нас накид будет в конце ряда и он будет потом со смещением у нас как вы видите по схеме итак начинаем наше вязание накид я снимаю за заднюю долю петли следующую петлю я провязываю лицевой и накид я перебрасываю через провязанную далее мы провязываем с вами изнаночную изнаночную затем лицевая скрещенная раз изнаночная лицевая скрещенная 2 изнаночная лицевая скрещенная 3 изнаночная и лицевая скрещенная 4 изнаночная и вот здесь мы с вами делаем лицевую скрещенную и выполняем накид все это был раппорт узора 12 ряда повторяю раппорт снимаю накид следующую петлю провязываем лицевой накид набрасывая перебрасываю через провязанную далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и накид если вы вяжете методом magic loop смотрите чтоб не получилось так что когда вы вот как у меня сейчас здесь до начала ряда и конец раппорта то есть начало следующего раппорта и конец предыдущего и у меня в конце раппорта был накид чтобы не получилось так что когда вы развернули чтобы у вас нить не перекрутилась так что накид у вас по факту пропадет конечно это не страшно можно потом этот накид достать из протяжки предыдущего ряда но тем не менее смотрите лучше проследить сразу и так я вытаскиваю спицу и вот он у меня накид он у меня остается вот он и я теперь продолжаю вязание я снимаю накид провязываю петлю лицевой накид перебрасываю и вот он у меня накид вот он который мне нужен ну и затем я все вяжу по схеме до конца и в конце у нас получается накид провязываем и так продолжаем вязание дальше до конца ряда и затем мы с вами встретимся мы провязали с вами 12 ряд и приступаем к вязанию 13 ряда первую петлю снимаем вторую провязываем снятую перебрасываем через провязанную дальше вяжем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая теперь мы делаем накид и накид предыдущего ряда мы провязываем скрещенной изнаночной раппорт закончен повторяю раппорт первую петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая делаем накид и накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной таким образом продолжаете до конца ряда и в следующем 14 ряду мы встречаемся 14 ряд петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее продолжаем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная накид накид предыдущего ряда провязываем лицевой за заднюю долю петли затем изнаночная и раппорт узора закончен повторяю раппорт петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную дальше вяжем все по узору резинка один на один со скрещенной лицевой затем последняя скрещенная у нас получается лицевая накид накид предыдущего ряда мы также провязываем лицевой за дальнюю долю петли и изнаночная все провязываем весь ряд до конца и в следующем 15 ряду снова встретимся 15 ряд первую петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную продолжаем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем изнаночной за заднюю долю петли далее лицевая изнаночная раппорт узора закончен раппорт петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем изнаночной за дальнюю долю петли и следующая лицевая и изнаночная и так продолжайте до конца ряда и следующем шестнадцатом ряду мы встречаемся шестнадцатый ряд петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная далее накид предыдущий накид провязываем лицевой за дальнюю долю петли затем изнаночная лицевая изнаночная это раппорт узора повторяю раппорт петлю сняли следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываю лицевой за дальнюю долю петли затем изнаночная лицевая изнаночная так продолжайте до конца ряда и в семнадцатом ряду снова встретимся 17 ряд петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной за дальнюю долю петли далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная это был раппорт 17 ряда повторяю раппорт петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной за дальнюю долю петли далее лицевая изнаночная лицевая изнаночная так продолжайте до конца ряда и в следующем 18 ряду мы встречаемся 18 ряд первую петлю снимаем 2 провязываем снятую перебрасываем через провязанную следующая изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем лицевой за дальнюю долю петли далее вяжем все петли по узору это был раппорт узора 18 ряда повторяю раппорт петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную изнаночная лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем лицевой за дальнюю долю петли далее изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная так продолжайте до конца ряда и в следующем 19 ряду мы с вами встретимся 19 ряд петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем скрещенной изнаночной за дальнюю долю петли далее все по узору лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная раппорт узора закончен я повторяю раппорт петлю сняли следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем изнаночной за заднюю долю петли далее по узору лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная так продолжайте до конца ряда и в следующем 20 ряду мы снова с вами встретимся 20 ряд раппорт узора петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем лицевой за дальнюю долю петли получается скрещенная лицевая далее вяжем по узору чередуя 1 лицевая 1 изнаночная и так до маркера это был раппорт узора 20 ряда повторяю раппорт петлю сняли следующую провязали снятую перебрасываем через провязанную следующая изнаночная лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем за заднюю долю петли скрещенной лицевой затем по узору у нас идет изнаночная лицевая изнаночная лицевая заканчиваем изнаночной продолжайте так до конца ряда и в следующем ряду встречаемся 21 ряд петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную далее лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем изнаночной за дальнюю долю петли далее до конца маркера вяжем все по узору лицевая изнаночная лицевая лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая заканчиваем изнаночной это был раппорт 20 ряда повторяю раппорт петлю сняли провязали снятую перебрасываем через провязанную лицевая накид накид предыдущего ряда провязываем изнаночной за дальнюю долю петли далее вяжем все по узору лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая заканчиваем изнаночной это был двадцать первый ряд продолжайте так ряд до конца и в следующем двадцать втором ряду мы с встретимся двадцать второй ряд это последний ряд раппорта по этой схеме так провязываю раппорт петлю снимаем следующую провязываем снятую перебрасываем через провязанную накид накид предыдущего ряда провязываем лицевой за дальнюю долю петли далее все петли вяжем по узору изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная это был раппорт узора двадцать второго ряда повторяем раппорт петлю сняли следующую провязали снятую перебросили через провязанную накид накид предыдущего ряда провязываем за дальнюю долю петли скрещенной лицевой далее все петли по узору изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая заканчиваем изнаночной так продолжаете до конца ряда и на этом у нас в общем-то схема полностью будет связана после того как мы с вами провязали раппорт узора вы решаете для себя самостоятельно провязываете вы еще один раппорт или не провязываете я буду провязывать еще один раппорт я хочу чтобы носочки получились такие немножечко как гольфы чтобы красиво видно было этот узор и в следующем видео мы с вами будем вязать пятку пятку мы тоже будем с вами провязывать вот такими петлями то есть она у нас будет укрепленная такая пяточка и так как эта резинка один на один если мы разделим просто наши петли напополам у нас будет очень стянутая пятка поэтому мы будем с вами также еще добавлять дополнительно петли и как мы это все сделаем я покажу вам в своем следующем видео на этом друзья я хочу свое видео закончить хочу пожелать вам всего самого наилучшего и до новых встреч